здравствуйте на улице зима декабрь наступает новый год скоро через месяцок я вам скажешь зима христианин торжествует и так до конца да да и мы с василием захаровым и в графу это я на канале едим тв во второй раз уже вслепую будем тестировать ликеры в данном случае кофейные ликеры 6 штук у нас припасено а я ждал кстати многие многие просили и наконец это свершилось расскажи я-то пришел короче вообще даже бутылки не видел то есть я догадываюсь что ну типа дал должен быть у нас тут клоа наверняка где-то да 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 обязательно какие ликеры мы будем сегодня пробовать кофейные во первых конечно клоа тут все понятно да мексиканский 20-градусный санта лючия капучино белорусский мари бризар кафе естественно 25 градусов он фрука шульц дальше шуйская настойка кофе но это как бы сладкая настойка хотя мне я думаю она должна будет выбиваться но может в магазине мне сказали типа это вообще-то не ликер я говорю у вас есть кофейный ликер кроме кулау они такие типа нет а вот шуйская настойка кофе он такой типа но это настойка там с сахаром настойка 20 градусов или 18 но как будет сорян и конечно же мой личный кофейный ликер и который я вчера сделал но сразу скажу про него не знаю какой он здесь по номеру что он наверное будет не самый лучший ну смысле из того что он мог быть потому что ему надо постоять чтобы там вкусу стабилизировался я его делать пытался по тому рецепту который я выкладывал какое-то время назад вы можете посмотреть но все получилось не так как я хотел ну то есть теперь думал сделаю просто по тому же рецепту чтобы потом отправлять но как бы все получилось по-другому когда мы его пробовать я скажу как всегда мы запишем описание текстовое речевое каждого ликера отдельно и будем вставлять его уже на монтаже в нужный момент мы не знаем какой из шести ликеров где налит мы только знаем все вместе какие есть мы уже пробовали таким же образом трипл секи до как мы что-то писать трипл сек не в 3 пассеты релизики надо говорить трипл секи да что ли трипл саки мы пробовали можете посмотреть вот а сегодня до кофейные ликеры сейчас мы перейдем к дегустации но до того как мы это сделаем я хочу рассказать вам про триколор спутниковый интернет спутниковый интернет триколор это незаменимая вещь для дачи или других мест где плохо ловит мобильный интернет, а проводного нет. Чтобы подключить, просто звоните в Триколор, заказываете необходимое оборудование, приезжают монтажники, настраивают и можно пользоваться интернетом уже через несколько часов. Можно легко установить купольное оборудование и самостоятельно. В комплекте есть инструкция, а также много видео с самостоятельным монтажом. И оплачивать услуги очень просто. В личном кабинете на сайте или региональному представителю, дилеру. Без комиссии, через множество платежных систем. Спутниковый интернет Триколор. Недорого, быстро, удобно, особенно на удаленке. И Триколор поздравляет вас с наступающим Новым Годом. Ссылка в описании. Погнали? Погнали, действительно. И, кстати, спасибо Компас Лофтов, который мы сегодня снимаем. Ваш здоровый. Клоа. 20 градусов, производство Мексика. Стоит около 2000 рублей. От, я бы сказал, 2000 рублей за 0,7. Кстати, в ленте было со скидкой, я помню, было прям 1700 или что-то такое. А ты где закупался? Этот я уж не помню, где я покупал. Этот у меня оставался еще со съемок. Кофейный ликер. Лидер по продажам в мире, в своем сегменте. Ну, что неудивительно. Среди кофейных ликеров. Только самые прекрасные кофейные бобы. Ну, это я просто, естественно, с их сайта брал. Сорта Арабика. Короче, используется Арабика для производства. Основа спирт, как и везде. Ректификат. То, что он там с ромом, это пусть вас в заблуждение не вводит. То есть там ром-то добавляется, но всегда во всех этих ликерах, что бы там они ни писали, с ромом, с хреномом, всегда основа — это ректификат. Спирт. А для вкуса, там, для аромата делают еще чего-то там рома. Номер один. Ну, запах. У меня есть подозрение, кстати, что это Клоа. Ну, может быть. Он, кстати, темный. Он самый темный. По-моему, он самый темный. Самый темный. Вот эти с пятым близки, но он даже темнее, чем пятым. Однозначно, он самый темный. Запахи там. Ну, как обычно, ваниль. Мне кажется, там есть что-то ромовое. Тут именно такой, типа, хотелось сказать, жженый кофе, но это будет неправильно, потому что он не жженый, но такой вот самый характерный вот. Ну да. Кофейный из всех вот я так бегло. Как будто такой пережаренный-пережаренный кофе. Бегло попробовал. Я почти уверен, что это Клоа. Почему-то слишком хорошо сразу, да? Ну, как бы все четко. Ну, привычный вкус, на самом деле. Да, да, да. Вопрос не в том, что лучше даже, а в том, что... У меня тут дома тоже. У меня либо Клоа стоит, вот, ну, по умолчанию кофейный ликер, либо то, что удается купить, просто нужен кофейный ликер и там что-то. Может быть, Мари Брезар, наверное. Все. У меня так больше обычно ничего и не бывает, поэтому Клоа как-то привык. Конечно, надо пробовать остальные, естественно. Да. Ну, первый, он хороший, сбалансированный, сладкий, мне кажется, вполне себе качественный. Вообще не спиртуозный он. Абсолютно. Прикольно, если это будет этот настойка. И после вкуса у него хорошая. Да. Ну, прям реально приятно, приятно пить. Приятный, хороший. Опять же, мы, возможно, мы рекламируем сейчас что-то еще случайно, поэтому мы абсолютно не в курсе, что здесь делать. Достаточно густой, так вроде кажется бы, нет, а по факту. А много сахара, ну, в общем, в них всех, естественно, много сахара тут, что неудивительно. Очень приятно, и прям можно делать и новый глоток, и опять, и опять. Да. Прям попивать вообще. Знаешь, что захотелось? Мороженого. Ха. И полить сверху. Ну, кстати, так делают, да. Было бы просто. Не обязательно Клоа. Я прям. Я там шурма осталась, думаю, может. Кофейный ликер Евграфа, то есть мой. 17 градусов примерно он, там, конечно, точно не скажешь. Около 200 рублей получилось за 0,5. Я, конечно, прям в точности не могу сказать. Создан в России, Москве. В принципе, я хотел сделать по рецепту, который у меня был, который можете посмотреть, ссылка в углу. А что там? Ну, там, типа, он без рома, он на водке. Я специально делал в этот раз тоже на водке, просто чтобы был, как бы, чистый эксперимент именно с тем. Тогда я использовал растворимый кофе, но в этот раз я обнаружил, что, оказывается, растворимый кофе может испортиться. Потому что у меня с тех пор он и стоит, закрытая банка на скафе Голд. Ну, осталось это, там, треть банки. И я, короче, взял ее, такой, смотрю, она прям слиплась, там, все это вот. То есть я прям в шоке. Ее никто не открывал. А вот так бывает. Там, посмотрел, срок годности действительно прошел, типа, там, несколько месяцев назад. Ну, а сейчас я просто сделал крепкий кофе. Заварил через фильтр водка, белый сахар, коричневый сахар. Хотя я бы с удовольствием использовал только белый, но, к сожалению, у меня он закончил. Я высыпал весь и досыпал еще коричневого. И ванильный сахар, там, с ванилью. Он не с ванилином, а такой, типа, с кусочками ванили. В идеале, конечно, использовать надо ром или хотя бы пополам с водкой ром. Ванильный сахар вместо ванильного сахара просто ручок ванили, там, семена вытащить и настоять это все. И потом это смешать, еще постоять в холодильнике, дать там недельку хотя бы. А ты все замешал, холодос, и сегодня мы это пьем. Я замешал, и сегодня мы это пьем. То есть, даже суток не прошло. В нашем деле, главное, не ослепнуть, конечно. Не, ну там ничего такого не будет. В смысле, я имею в виду, что вкус не будет самым лучшим. Посмотрим, посмотрим. Может быть, это он. Может, это был он. Так, номер два. Опять кофейный, но он другой. Не, ну они все кофейные. Нет, тут некоторые в сладость куда-то, в такую, в карамельную. Этот прям слишком характерный, прям кофе-кофе. Здесь тоже кофе. Да, как будто кофе покрепленный в первом. Ну такой, да, такой, типа, как растворимый, как будто бы. С молочком навели, да. Но приятный запах. Приятный. Может быть, это даже мой. У него какая-то маслянистая, полумасля... Или наоборот. У него, короче, слабоватый запах. По вкусу он как будто менее кофейный. Он более... Он просто сладкий, но приятный, приятный. Но он все равно кофейный. Он... Мне сначала показалось, что-то как-то не противоречили я сам себе, поэтому я задумался. Он вроде как маслянистый, делаешь глоток такой, какой-то текстура такая. А проглатываешь и понимаешь, что он более водянистый, чем этот. А, но он пожиже. Просто более жидкий. Ну да, ну даже если так повисит. Хотя не сильно более жидкий. Может там... Хотя сахар вроде не меньше. Более, более жидкий. То есть по сладости вроде такой же. Я, кстати, почти уверен, что это мой. Потому что я чувствую запахи тот сахар. Может, хоть я ошибаюсь. Кофейного больше в нем в носе, чем во вкусе, мне кажется. Сладкое после вкуса остается и все. Да. Но ароматика все равно приятная. И все равно его также можно потягивать. Спокойно совершенно. Все равно хочется мороженого по-прежнему. Да. Надо будет в следующий раз шлипу и мороженое тестировать. Но он менее густой. Ну да. Ну более яркий пока вот так не сделаем. Более яркий первый. Второй менее яркий, но неплохой. И, кстати, забавный момент. Я хотел сегодня, естественно, болс купить. А еще нам в прошлый раз писали, где Декайпер, где Декайпер. Я думал, что Декайпер купить. Короче, болс вообще его нигде нет. Я не знаю. Ну то есть понятно, что где-то он есть. Но я вот в магазины все объехал. В метро был? В метро не был, к сожалению. Ну, не доехал. Вот. Ну, в общем, просто болс обычно есть там. Короче, везде мне казалось, если что-то есть. Кло и болс. Не, кофейный тоже бывал. Бывал. Но вот что-то нет. И в итоге я, собственно, его вообще не нашел. Я даже нашел какую-то Тиа Мария. Но я даже не стал покупать седьмой. Слишком уж много. Вот. Тоже мне. Это в Дринкс. Это ливайновский магазин здесь. Вот я был в нем. Тоже что? Вот. Там есть какая-то Тиа Мария. Ну, короче, он все равно не популярный. Чего, не будешь живой. Все просто. Ну, кстати, не такой уж и неизвестный. Да, но я решил взять, у меня был Фрука Шульц уже. Фрука Шульц точно стоит добавить сравнение. Шуйская настойка кофе. Поскольку я ее сегодня встретил случайно, просто так в магазин зашел и взял. Поэтому я ничего про нее не знаю, кроме того, что она 18 градусов. Тиа Мария-то она была брать. Я что-то нашел, я взял. Тиа Мария уже не вписывалась. А, ты уже к тому времени. Шесть штук. Семь там, да. Окей-то, да, окей. Тиа Мария была вкусненькой, я уверен. Ну, все. Шуйская настойка кофе. Ну, шуйская водка есть, собственно. И это шуйская настойка. Я думаю, что это она. Ну, мы это потом вырезаем отдельно. Поэтому мы не знаем, какая. А с вами пятая. Итак, номер три. Что это? Повторяю, мы не знаем. Запахи есть. Кофе. Какой-то такой. Но какой-то... Неинтересный кофе. Какой-то другой. Какой-то такой. Типа, как будто такой себе кофе налили. Типа растворимый какой-то. О, так он и по вкусу. Я знаешь, как это я делаю? Черный кофе берешь, сахар просто тупо туда. И чуть алкоголь. Я хотел сказать, типа, это, наверное, мой. Но мне кажется, мой вкуснее. Так что мой, скорее, второй будет. Это как будто кофе. Тупая горечь. Просто кофе взяли и с сахаром. И все. Это как, знаешь, кофейный напиток. Какая-то горечь такая дурацкая. Не то, что она какая-то богатая. Ну и в послевкусии, да. То же самое. Это просто сахар и горечь. Вот две вещи, которые есть, но они никак не связаны. Никакого букета, ничего. Ну да. Ну я надеюсь, что в коктейле потеряется эта вещь, потому что все равно ароматика, она просто проигрывает. Он сейчас просто аутсайдер. Но если бы это был первый и единственный, и мне бы дали это попробовать, сказали, что это, я бы сказал, ну, типа, кофе с сахаром и алкоголем, наверное, вот так. Ну, кстати, да, как будто взяли и взяли растворительный кофе. Потому что, да, угадывая направление, угадывается однозначно. Да, да. Нет, то, что это кофе, понятно. Да, это пока что худший вариант. Ну, ну, идем дальше. Дальше, погнали. Фрука Шульц кофе. Стоит около 1200 рублей, хотя я купил, кстати, дешевле. А 0,5? Кстати, друзья, это 0,7. Чехия производства. Обладает приятным и энергичным вкусом с удивительным послевкусием свежеобжаренного бразильского кофе. В рецепте используют также мадагаскарские абоники. Вот что написано. Фрука Шульц, естественно, фирму я знаю. Ладога же их выкупила, да, сколько-то лет назад? Прям выкупила? Ну, производит, вроде все еще в Чехии. Да, да, да. Фрука Шульц, они... На сайте Ладоги я тоже их видел, ничего не знаю. Напишите в комменты, если я ошибаюсь. По-моему, да, по-моему, они их выкупили. Вполне возможно. Какой-то карамельный запах. Даже кофе не пахнет. Просто карамель и все. Номер 4. Кофе где-то там теряется. Я вообще не чувствую запахи кофе. То есть вот если бы мне дали, понюхай. Я бы сказал, ну, что-то карамельный какой-то. Просто черный кофе с сахаром. Блин, я точно кофейный купил. Да, и тут он... Это какой-то карамельный ликер. Ну, нет, они все кофе. Нет, ну ты же купил там какую-то горькую настойку еще. Это, короче, небось, капучино. Либо капучино, либо горькая настойка. Вот что-то из этого, мне кажется. Красно. Тут практически нет кофе. Здесь выпирает только карамель. Ну, карамель, сахар. Может быть, ваниль даже особо не чувствую. Наверное, может быть, она есть. Причем карамелька это очень знакомо. Мадагаскарская. Нет, 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 нет. То ли конфетки такие раньше, чтобы водить. А, ну да. Ну, типа... Не, ну, что еще карамель. Ну, в смысле, это просто пережженный сахар? Нет, нет, нет. Вот, в том-то и дело, что похоже на какой-то конфет. Ты, небось, ел какие-нибудь конфеты с коньяком, там, с ликером? Да, или сюда. Нет, нет, нет. Вот это можно, мне кажется, найти реально внутри конфет. Что-то такое по вкусу. Кстати, да. Ну, да. Да. Это... Ром, который... Не ром, который добавляет в ром бабу. Ромовые эссенции, вот эти вот вещи. Что-то типа, да. Да. И так номер четыре. Я его ставлю ниже, чем номер три. Хотя по вкусу он ничего, но просто там кофе вообще не чувствуется. То есть это какая-то непонятная хрень. Прикольно-то, если мой. Вот. Мне кажется, твой вот может быть третий. Я считаю, что мой второй, но все, может быть. Мари Бризар Кафе. 25 градусов. Крепость. Около 1200-1400 рублей за 0,7. Франция. Состав. Вода подготовленная. Высоклассные спирты. Короче, там натуральный карамель есть. Настой кофе, бренди, экстракт ванили. То есть это не с ромом, как, например, колуа, а с бренди. Но опять же. Ой, должно быть очень вкусно. Опять же, основа, естественно, это ректификат. Кофе с коньячком. А бренди где-то там добавили. Ну, тем не менее. Для изготовления используется колумбийская арабика. Вот это, мне кажется, настойка даже вот. Да, да, да. Она как-то вот уже. Выделяется. Запах у нее. А, так мы с самого начала и сказали, что пятый единственный, кто выделяется по запаху очищения. Ну да. Она более горькая, у нее запах, в каком случае. Или у него. Ну, а это настойка. Это, конечно, не реке. Оу. Но, ну, не прямо, что просто. Нет, он гораздо более, вот этот пятый гораздо более ядрен, чем остальные. Но если это настойка, то она 18 градусов. Она меньше, чем Мари Брезард, меньше, чем колуа. Ну, она просто, просто это не реке. Ну, короче, прав был продавец в магазине. Я вот сюда их в одну, кстати, кидаю. Я пока не определился, кто тут аутсайдер, кто тут нет. Это как-то вот такое. Я ставлю 4,5 на одном месте, потому что пятая, они обе далековато ушли от кофейного ликера. Четвертая по причине того, что там во вкусе нет кофе. А пятая, потому что там она какая-то горькая. Нет, горечь присутствует. Да, я думаю, что это настойка. Наверное, это настойка, но мы не увидим. Идем дальше. Санта-Лючия капучино. Это 18 градусов. Стоит от 175 до 250 рублей за 0,5. Ого. Беларусь. Минский завод виноградных вин производит. Я его использовал. Значит, ну, как бы капучино-ликер. Мягкий ликер со вкусом карамели и нежных слив. Отличается характерным кремово-кофейным ароматом. Вот, слушайте, я вычитал. А где я нашел-то эту бутылку? Бутылек. Это конкретно я... Санта-Лючию я покупал в... Там, кстати, не написано Санта-Лючия. Там просто написано капучино. Санта-Лючия это на сайте НКУ. Нашел описание. Я его покупал, по-моему, в Магните. Вот. Ну, так он продается в обычных всех этих дешевых магазинах. Итак, номер 6. Заключительный для сегодня. А вот это прям пахнет кофе из автомата. Может быть. Но приятный запах. Короче, какой-то из них все капучино же должен быть. Ну, вот, наверное. Вот сладенький такой. Я считаю, что это мой. Слушай, у него единственного спирта в носе пробивается. Может быть. У единственного. Из всех они реально никакие. Вот это вот тоже немножко как-то не в те ворота. Пятая. Да, пятая. Скорее всего, это настойщик шуйская. Она не в те ворота. А это вот единственного, у кого пробивается спирт в носе. Ну, как бы, сорян. Но еле-еле. Если это моя, она там меньше. Если нет, то я не ищу. То я объясню почему. Потому что, во-первых, это мотка. Там никакого рога ничего нет. Во-вторых, она реально сделана только что. Если она там постоит хотя бы неделю, то будет лучше. Слушай, она тут лучше, по крайней мере. Вот неплохо. Вот надо среди первого, второго и шестого посмотреть. Скорее всего, короче, для меня это один из трех лидеров. Шестой. Ой, нет, все. Третий, короче, в сравнении шестой уделывает и третьего. Короче, вторая. А пятая, я даже пробовать не буду. Мне кажется, вторая капучина. Первое место я отдаю напитку номер один. Я думаю, что это колуа для меня. Это вот один-один. Да, я согласен. Меня тоже. Первое, это первое. Второе место я отдаю четверке. Потому что за исключением того, что он проигрывает номер один, это самый такой, типа, относительно сбалансированный по всем фронтам. Это и кофе, это сладость, это небольшое количество. Ну, пахнет кофе именно, короче. Ну, типа, все с ним ок. Он прям такой. Ну, он достаточно полонний. Цельный, да, цельный. Да, согласен. Вот. Дальше все идет намного хуже и сложнее. Сразу прям. То есть это прям отрыв у них большой. Да, номер два, короче, от них прям подостает сильно, от этих двух. И он прям сильно мне напоминает тупо кофе черный без молока с сахаром, с большим количеством сахара. Вот такого. Ну, короче, неинтересно. Спирт не выделяется, как бы все. Да, он неинтересный, но это кофейный ликер, да. Ну, типа, это такой, как бы, и жидковат вроде, хотя и слезки большие, хрен его знает. Ну, типа, вот. Номер шесть. Это похоже на домашнюю самодельную историю. Ну, вот, я думаю, что это, наверное, может быть, напиток Евграфа. Ничего отвратительного о нем сказать не могу. Просто это хуже, чем, ну, типа, вот видно, что, мне кажется, кого-то смешали, то ли он водянистый какой-то, то ли еще что-то типа такое. Ну, несбалансированный вкус, если это мой. Это, короче, просто какой-то самый дешевый кофе с сахаром, в отличие от этого, то есть он и тут еще, еще, еще хуже, короче, намного, чем шесть. Да, у меня второе и четвертое вместе прямо. А у меня, да, чуть по отдельности. А у тебя четвертое лучше, чем второе. Я просто не могу выбрать. Четвертое, он ближе к первому по какой-то плотности, а второй более кофейный. У меня второе место за четвертой. Да, ну вот у меня... А ты просто сказал, у тебя второй более лучший. Нет. Ну, у меня второй и четвертый одинаково. А я говорю, четвертый более плотный, кто как, ближе к первому по плотности, а второй более кофейный. Ну, короче... Вот и все. Итак, результаты... Неожиданные. Неожиданные. Ну, первое мы угадали колуа. Кроме первого места, да. Первое место действительно колуа. Не случайно. У нас что, в прошлый раз Куан Тро, короче, был первый среди трипл ссоков. Да, да, да. Что в этот раз колуа. Но они объективно прям... Да, да. Ну, даже, может быть, дело не в том, что лучше. Не только, во всяком случае, в том, что лучше, а в том, что привычнее. То есть, когда ты говоришь кофейный ликер, ты подразумеваешь колуа в смысле, что он более стандартный. Согласен, но он уже намаемый. То есть, мы же первый попробовали первый, и он прям... Ты прям чувствуешь его. Колуа у нас победил. Второе, это я. Но он и лучше, да. Да, да. Лично он второе место поделил с фрукашульцем. У меня третье с большим отставанием. Да? Да. Ну, но третье. Ну, хорошо. И все-таки, да. Дальше у нас кофе на натуральных зернах номер три. Подожди, а четыре? Это фрукашульц у нас, да? А четыре фрукашульц. Это у тебя второе место, да? Слушай, ну вот видишь, они после колуа, а разница по цене там идет... Во фрукашульце разов... Ну, то, что я покупал вообще разов три. Я потому что за 700 чем-то там или 800 покупал, а это 2000 чем-то. Так вот. Но, как бы, вообще обычно он там, ну, 1200, допустим, стоит. Ну, как найдешь... А это там 2200 там. А это типа 2200 колуа, а мой 200. И то. И главное, сделал я его только вчера. Если он еще неделю постоит, он вообще всех сделает. Дальше у нас номер шесть шел? Да. В четвертом. Номер шесть у меня, да, тоже четвертый. Это оказался... Это вот капучино, который стоит еще дешевле, чем мой самосделанный. Типа Санта-Люче. Да. Дешевле, чем самосделанный? Ну, я купил за 179, кажется, а мой, соответственно, около 200. Так, а с ним у нас что не то? Я не помню. Много... Ну, а, ну теперь прям чувствуются вот эти все лишние... Слушай, вот только узнал, совершенно другое, да? У тебя есть такое? Вот после чего? После того, как узнал, что это капучино, я прям чувствую его как-то по-другому. Нет. Он типа более начинается какие-то вот... Капучино. Ну, не то, что капучиновые. Он более химический какой-то. У него главный минус в том, что он более химический. У него яркий кофейный вкус, но он такой какой-то. Примерно как вот этот трипл сек из ленты, который был, Нива. Он тоже, он типа апельсиновый, но как будто вот какой-то вот ненастоящий апельсин. Нет, во-первых, в нем... Про него я, по-моему, сказал, что в единственном есть спиртуозность. А, кстати, да. И ты подумал, что это мой? Да, да, да. Да, 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 кстати. Ну, в принципе, он по-прежнему остается кофейным еще. Да, да, да. В отличие от 3,5. Но 3 это получается... Разница просто не такая громадная, как в цене. Ну, между там, типа, допустим, тем же фрукшульцем, да, и ты говоришь, сколько это там стоит? Да, сюда. 200 рублей там условно, да? Да. Вот за это вот. Это да, до 200, ну, около 200, короче. Ну, это... Как они умудряются делать такой дешевый пол? А что? Ну, вот я тебе говорю, я сделал просто дома, и все, и тоже где-то около 200 рублей. Но я имею в виду, что это я в единичном экземпляре сделал. Если ты завод откроешься... Ну, я к тому, что он не там в 6 раз хуже, чем... Ну, а ты думал, что так и будет? Ну, нет, нет, нет. Ты думаешь, когда ты платишь 10 раз больше, то это 10 раз лучше? Не так это работает. Да, не совсем так. Кроме, конечно, тех, кто покупает айфоны. Да, айфоны, естественно, лучше. Серьезно. Чем Xiaomi, за 15. Во столько же, во столько же раз они лучше. Да, и, короче, и Мари Бризар у нас аутсайдер. Офигеть. Офигеть. Номер 3. Номер 5, Мари Бризар. Не-не-не, номер 3 я отчитаю. Номер 3 это кофейная вот эта вот настойка, ну, которая справедлива, аутсайдер. Но для меня, я вот там поставил, они там типа... Ну, короче, давайте откровенно не перевирать то, что мы говорили. Интернет все помнит. Мы его поставили на последнее место, потому что решили, что он вообще не типа... Он не то, что плохой, он не кофейный. Не кофейный ликер, вот это, типа, это настойка какая-то. Он аутсайдер не потому, что плохо, а потому, что не то. Ну, как бы, да. Он прям, как будто это вот... Ну, плюс, извините, еще у него градусов больше, то есть он более крепкий, хотя нельзя сказать, что он прям ощущается. А зачем он крепкий, непонятно. Непонятно, 25 градусов. У Мари Бризар они всегда покрепче, по-моему. Вот так вышло. Короче, да, он вот реально, ну, то есть я еще раз сейчас его попробовал, серьезно. Не так, чтобы он прям пипец ужасный, он не ужасный, он неплохой, он просто другой. Ну, у него как будто горечь вытекает из карамельности. Ну, там, да, ваниль может быть какая-то есть. А тогда болсы у нас стали на последнее место, да? Тогда да. Мари, по-моему, была предпоследней, когда мы триплсеки пробовали. Ну, я могу сказать про свой номер два, что, кроме того, что я молодец. В виртуальном рейтинге. Но он, вообще-то, только с водкой. То есть там просто водка и все. Никакого рома нет. Если, как я уже говорил, добавить туда рома, часть хотя бы, вместо водки, и, ну, кофе нормально я заварил. Ну, заварить кофе, естественно, нормально, или использовать cold brew. Главное, чтобы кофе был хорошо обжаренный, чтобы был такой яркий кофейный вкус, без кислинки вот этой, когда кофе есть не сильно обжаренный, или такие сорта бывают. Вот. Ну, сахар, понятно, и ваниль нормальную использовать, а не ванилин. Я использовал ванильный сахар, типа с ванилью, но не ванилин. Получится вообще зашибись. Такое вот видео. Пишите в комментариях вашей любимой кофейной ликеры. Вы нас очень просили, мы сделали, пожалуйста. Пишите, что нам еще попробовать вслепую, потому что вкус у алкоголя, когда ты не знаешь, что это, реально вообще все по-другому, все иначе. Здесь прям, да, интересный результат. Но меня и трипл сектор удивил, кроме полонтрол, прям неожиданно, неожиданно. Если вы хотите подключиться к спутникум Интернет-Триколор, ссылка в описании. Спасибо большое Лофту Компасу, что мы здесь снимаем. Спасибо большое Свете, которая втайне от нас разлила все эти... Так что мы подняли панику, думали такие... Мы все вышли на стол, где цифры, все, капец, все переснимаем. Я до сих пор, кстати, не вижу, где здесь накаловато цифры. Подписывайтесь на мой Телеграм. Надо где-то есть. Я зачем-то завел Телеграм. Да, Вася открыл для себя Телеграм, наконец. Я давно себя приучаю. Слушай, у меня прям есть потребность просто рассказывать о чем-то около барном. Я не мог найти площадку под это дело. То есть Инстаграм я не могу себя заставить вести постоянно. И тем более я перфекционист, нужно, типа, если делаю, то нормально. Я не могу, вот, ну, что-то как-то, типа... А тут, а прям, вот, идеально, короче, Телеграм, идеальная площадка. Короче, рассказываю, да, типа, будние директора владельца интернет-магазина барного инвентаря. Стараюсь писать о барном инвентаре, там, типа, около барной сети истории, новые проекты. Я бы это на Инстаграм назвал поток сознания Василия Захарова. Мне интересно, насколько тебя хватит. То есть ты сейчас пока, он прям вообще фигачит. Мне тоже интересно, насколько мне хватит. Короче, подписывайтесь на мою тележеньку, новую, уютную, кастом бар, так и называется. Да. Ну и подписывайтесь на наш канал, если не подписаны. Ставьте колокольчик, а то половину народу смотрит без подписки. Не делает. Без ставя лайков, там, без написания комментов. Естественно, ставьте дизлайки, лайки, пишите комментарии. Все это все вы знаете. У нас тоже есть Телеграм, естественно, Едем ТВшный. Также Инстаграм, ВКонтакте. Все есть. Фейсбук, Одноклассники, там, все, что хотите. Все есть. Кроме ТикТок. Где Едем ТВ? Здесь. Давайте, пупсики, до скорой встречи, пейте с умом, пока. Беларусь, значит, да? Беларусь. Завод каких-то вин. Ну, каких-каких? Виноградных. Все выпил, а оставил вот эту самую вкусняшечку. Ну, с наступающим.